Когда Сиддхартха родился, мудрецы предсказали отцу, что этот ребенок будет наделен огромной властью. Он может стать великим государем или мудрецом, которому не будет равных на свете. Родные хотели, чтобы мальчик продолжил царскую династию. Ребенок жил в роскошном дворце, который окружали райские сады, но ведь судьбу не обманешь. По легенде, наследного принца обругали от зла и насилия. Принц не знал, что в мире существуют болезни и старость. Но однажды юноша увидел нищего старика, который умирал от неизлечимого недуга. Увиденное так потрясло молодого человека, что он решил отказаться от всех благ мирской жизни и посвятил себя поискам истины или просветления. Чтобы найти ответы на вопросы, почему люди несчастны, главное, где находится источник человеческих страданий. Много лет Сиддхартха скитался среди людей, но однажды во время медитации ему открылась истина, что страдания – это результат действий самого человека. А человеческие желания – это источник всех бед. Желания отягощают душу человека. Если человек избавится от желаний, тогда он не только перестанет страдать, но и возвысится. Только люди, ведущие жизнь полную лишений, смогут достичь внутренней гармонии. Душа должна направлять тело и разум, потому она вечна. Перерождаясь душа, приносит новому обладателю все прошлые грехи, которые нужно искупить в будущем. Непонятно, зачем буддизму приписали религиозный статус. Ведь он не претендует на то, чтобы люди поклонялись какому-то богу по имени Будда, не заставляют отказываться от других религий. Настоящему Будде не нужны служители культа, без которых не может существовать ни одна мировая религия. Буддизм – это духовная практика, одно из философских учений. Казалось бы, оба направления объединены одной идеей не причинять зла окружающим. Однако на практике эта идея работает по-другому. Если пацифисты воспринимают философию ненасилия безоговорочно, то буддисты могут отойти и принять меры, чтобы предотвратить зло, если таковое будет направлено против них. Достаточно вспомнить нашумевшие фильмы о знамениях мастерах, которые обучали монахов боевым искусством. Они не нападали первыми, старались решать конфликты мирным путем. Но если им все-таки навязывали бой, то они принимали его с честью. Еще один стереотип, связанный с буддизмом. Многие думают, что все буддисты только и делают, что сидят и медитируют. На практике среди поклонников буддизма лишь немногие делают это регулярно. Далай-лама для буддистов – то же, что папы римские в католичестве. Далай-лама – это один из главных представителей тибетского буддизма. Поклонники других направлений не обязаны признавать духовную власть Далай-ламы. С точки зрения общепринятых религий, буддисты являются язычниками. Но под такую формулировку легко подпадают все существующие конфессии, которые отличаются от ислама, иудаизма и христианства. Буддистов не интересуют религиозные споры и разные аспекты веры, которыми руководствуются духовные лидеры. Известный афоризм Далай-ламы – религия – это то, без чего можно жить. Мазохизм для буддиста не является основной целью. Многие считают, что буддисты только и думают, как бы поскорее перейти в новую жизнь. Что только через страдания буддисты постигают непостоянство жизни. Духовные лидеры и буддисты со стажем понимают, что мир далек от совершенства, однако они не остаются в роли пассивного наблюдателя, который занимается физическим и моральным самобичеванием. Исходя из философии ненасилия, родился еще один стереотип, что буддисты не едят мясо. Что они вообще живут в проголть. Один из духовных лидеров, наоборот, агитировал за употребление мяса. И вообще буддисты не рассматривают, не относятся плохо к вкусной еде. Возможно, в основу этого мифа лег неправильный перевод одного из ключевых понятий. Многие буддисты вместо слова «перерождение» используют термин «возрождение». А идею о переселении душ в животных или других людей поддерживают далеко не все буддистские традиции. Сиддхартха Гаутама – индийский бог. Буддисты не поклоняются Сёгарсе, как думают многие. Это человек, у которого не было каких-то сверхъестественных способностей. Сам Будда не замывался о существовании Бога. Слово «будда» означает «пробуждение Сиддхартха» – это духовный лидер. Он никогда не требовал какого-то особого отношения. Любой человек может верить в Бога, но при этом оставаться буддистом. Самая популярная статуэтка восточного бога, которую успешно продают доверчивым туристам – забавного человечка с неестественно большим животом, ошибочно или сознательно назвали Буддой. Настоящий Будда жил в лишениях. Скудная пища не позволяла ему обзавестись лишними килограммами, он никогда не улыбался. А веселый человечек – это герой китайского фольклора, монах Хатэй или Буддай. Он на шестнадцать веков моложе Будды. Буддизм с языка хинди дословно проводится как знание. В этом контексте Будда выступает, как человек наделённый мудростью. Имя первого Будды – Махатма-будх, с хинди, переводится как «величие духа». В буддийских монастырях не принято готовить пищу. Обычно монахи принимают еду в качестве милостыни. Если монах не медитирует, то он выходит в мир, чтобы просить милостыню и рассказывать о буддизме. Основная цель буддиста – следить за чистотой своей кармы, чтобы в следующей жизни перейти на новый духовный уровень. Если человек живёт неправильно, то его грехи перейдут в следующее воплощение, которому достанется плохая карма. Буддисты могут походить в храм, когда пожелают, здесь нет определённого времени или даты. Сёстры не имеют права критиковать братьев, а вот монахам разрешено критиковать женщин. Буддисты верят в четыре вечные истины. Всё, что имеет душу, страдает. Стремление к богатству ведёт к страданию. Человек может отказаться от желаний. Каждый может освободиться от желаний. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова